Понятно, что мы потом победим в суде. Пойдя туда, мы скажем, так слушайте, вы сами пишите, что у вас нет документов о прекращении существования СССР. Есть газетная утка, то есть констатировать это информация, изложенная где-то, мнение о том, что когда-то, может быть, в 41 году СССР прекратилось существование, но эта утка не является каким-то фактом для обсуждения в суде, потому что в суде обсуждаются правовые основания. На них даже ссылки нет, и даже есть мнение, что их нет. То есть, по сути, это аргумент в пользу рассмотрения иска, подтверждение о том, что не было решения о прекращении существования СССР, и суд его не знает. Дальше, второй пункт в целом, это суд говорит о компетенции, ссылаясь на Конституционный закон от 15 февраля 2014 года о Верховном суде Российской Федерации. И говорит о том, что суд не может принимать решения, касающиеся периода существования СССР, причем, подчеркиваю, дата неизвестна этого периода. То есть, он сам не знает, до какого периода его компетенция распространяется, а до какого нет. И в этом решении он говорит, что вот, в мнении, вернее, которое высказывает судья в определении Верховного суда, говорится о том, что вот компетенция определена законом 2014 года, но позже, в 2020 году, было принято изменение в Конституции. И эти изменения в Конституции создали прямое действие, то есть, не требуется законов, которые разъясняют какие-то пункты Конституции. Если закон разъясняет какие-то пункты Конституции, то это, на самом деле, ограничение формулы, заложенное в Конституции. То есть, он что-то ограничивает. А в самой Конституции сказано, что Российская Федерация является правоприемником Советского Союза. Значит, и все органы власти, включая Верховный суд Российской Федерации, являются правоприемниками. Те ссылки, на которые в данном случае нам направлены, они, грубо говоря, в юридическом плане не являются ссылками, так сказать, правового характера, скажем так. Ну, что это означает? Вот, по существу. Это означает, по существу, что по политическим соображениям система власти в России не готова решить проблему суверенитета и территориальной целостности, в данном случае территориальной целостности. Но о чем мы постоянно и говорили? Вот, мы всегда говорили, что для того, чтобы нам решить проблемы сегодняшнего даже конфликта с США, в том числе часть конфликта СВО, нам придется сделать, кроме военных вещей, то есть ядерного нацеливания, и вещей международного права, то есть Верховенство Международного права, всегда был третий пункт. Необходимость реформ по суверенитету, или, как говорит Путин, по укреплению суверенитета. И это, конечно, касается всех органов власти, включая судебную систему. Вы не забывайте, судебную систему формировал в России в том виде, как она есть, конкретно господин Пол Вульфовис, бывший первый замминистра обороны США. В интернете вы найдете, как он это делал в начале 2000-х годов, ничего, секрета из этого не было. Так что, грубо говоря, мы понимаем, что проблемы и вот это, и предыдущие две не решаются только из-за проблемы суверенитета. А за суверенитет у нас отвечает источник власти, за власть вообще. А источник власти у нас народ. То есть пока народ не определится с необходимостью суверенитета, будет сопротивление, направленное на в целом победное окончание СВО, и связанное с этим, а потому что мы исходим, ну, честно скажу, я считаю, гениальность Путина в том, что он поставил систему, которая не хочет суверенитета, она создана американцами в 91-м году, который поставил систему перед выбором либо смерть, либо реформы нот. Вот мы и наблюдали, да, но это должно пройти время для того, чтобы система среагировала на вот эти вызовы, и, соответственно, вынуждена была перейти к реформам. Так что это, по сути, мы это понимали и об этом говорили. И мы прекрасно понимаем, что как только суд примет к рассмотрению иск, а напоминаю, это впервые в истории человечества, иск, в котором полмиллиона заявителей. Поэтому мы понимаем, что если бы суд принял решение о рассмотрении, он обязан, он никуда бы не делся, он бы отменил решение 91-го года. Отмена решения 91-го года автоматически означали право на использование стратегического оружия для целей, потому что мы сразу возвращаемся в международное право, Украина – часть нашей территории сепаратистской, мы сразу получаем право при необходимости использования оружия как нацеливание, то есть не ударов, а вот механизм политического сдерживания целевого. И сразу побеждаем. И понятно, что мы не готовы сейчас к победе, ни с точки зрения запроса общественного мнения, ни с точки зрения тем более позиции российского правящего класса, созданного американцами, он не готов к победе. Он не готов рассматривать США как противника, потому что США создали наше государство в 91-м году. И, соответственно, должен пройти период его, скажем так, подготовки, его созревания и народа как правящего, как источника власти, и правящего класса, чтобы не сопротивляться, на реформы по восстановлению или укреплению, как говорит Путин, суверенитета. Без этого не получится. Кстати, между прочим, если бы решение было суда, я думаю, американцы бы сразу сдались. По той причине, что они прекрасно просчитывают дальнейшие шаги. И они понимают, что лучше договориться с Россией без ядерного кризиса, чем о нацеливании этого уже кризиса. Потому что это запуск десятков, сотен миллионов беженцев и паникеров в Америке, ну, как было в 1962 году. Вот так и здесь. То есть нам важно даже право на нацеливание и гарантированное появление этого инструмента при определенных обстоятельствах. А уже американцы решат, надо им пройти через ядерный кризис. Нацеливание это кризис. Или включить мозги и отыграть назад без кризиса. Понимаете, да? Но все это заходит через правовую плоскость. Потому что у нас нет предмета переговоров. Мы не можем выстроить систему отношений. Мало того, мы без обеспечения правового подхода, международного права, верховенства, территориальной целостности к украинской проблеме, мы в принципе не можем выйти на победу вообще. Потому что победа возможна только с позиции права. И, кстати, все основания для договоренности есть. И вот сейчас я смотрю, там бывший главный чиновник у Трампа изложил как бы, как его мнению, позицию Трампа по этому вопросу. Сегодня буквально утром. Где прямо сказано, что они будут добиваться фактически перемирия с дальнейшей войной, ссылаясь на решение России о признании Украины. Потому что аргументов других, кроме признания Украины, у них нет. Нет. Россия отменяет признание Украины через суд, например. И улетают все аргументы, из-за которых происходит мобилизация Европы и Америки против нас. Соответственно, создаются условия. Почему я говорю, что эти условия даже важнее, чем собственное ядерное нацеливание, которое нужно. Но оно не обязательно, даже чтобы было развернуто в полном объеме. Или, допустим, оно может быть как пугало. Пугают, да? Или оно может быть частичное. Там две-три ракеты для начала. То есть возникает совершенно другое поле для маневра в плане победы в СВО и в целом конфликте с Америкой. Сегодня мы этого маневра лишены. Победа над НАТО и США возможна только через право и нацеливание. А это ключ к праву. Соответственно, у нас нет другого варианта, чтобы продолжить обращение в судебную систему об отмене этих решений. Мы это будем делать. И по мере того, как будет созревать российское общество, российский источник власти, созревать силу тяготы лишения военных обстоятельств. Мы будем приближаться к этому решению. То есть без этого решения невозможно. То есть мы будем воевать, пока не будет это решение. Вот я просто четко говорю. Даже вот сейчас была резолюция в Швейцарии. 80 государств написало, договаривайтесь по Украине с позицией международного права и территориальной ценности с 1945 года. Отмените независимость Украину. Все, что они ссылаются на поддержку Украины, они ссылаются на то же самое, на что ссылается наш Верховный суд. Вот в нашем ответе. На соглашение 8 декабря 1991 года и 12 декабря 1991 года, которые что-то констатируют. Слово констатируют не решение. Это просто утка. Да еще я еще не сказал. Самая вот такая процедура, там собрали 3 республики или 4 республики и что-то подписали, не может ликвидировать государство. Вот по определению. То есть даже они не могли бы это сделать, если бы они это сделали, ну как бы не констатировали, а просто приняли решение, там пункт 1, ликвидируйте сам. Они не имели права на это. Как на это может ссылаться вообще суд? Вот как? Ну если они не могут это сделать, давайте сейчас соберется 3 губернатора в российских областях и ликвидируют Россию. Ну я думаю, просто на них посмеются, как идиоты скажут. А суд на них ссылается, понимаете? То есть это явно, ну мы уже говорили про политизацию решения. Мы не готовы к решению по суверенитету пока. Но это единственная дорога, по которой мы идем к победе. Решение суда для нас нужно как конкретный кристаллизатор процесса. То есть само по себе власть по мере созревания будет двигаться путем нода, куда она денется. Власть обратится в Верховный суд за этим решением. Понимаете? Потому что власти само это решение понадобится. На каком-то этапе. Мы исходим из того, что народ как источник власти как бы толкает движение в сторону победы. Толкает в том числе через этот иск. Ну оно по-любому это состоится. То есть это состоится либо по нашей позиции, либо там, говорю, солдаты с фронта придут в поддержку Путина и создают для этого другие условия уже конкретной ситуации кризиса. Ноду, то есть государству российскому, которое созреет до суверенитета в силу обстоятельств военного противостояния, надо будет принять такое решение. Да, надо. И либо это решение делается снизу через народ, либо это решение делается и снизу через народ, и сверху через давление Путина. Это и произойдет. То есть понимаете в чем дело? Решение суда будет по-любому. Вот технология отмены, скажу по-другому, отменить решение придется. Решение 91-го года по Украине придется. Как и по другим республикам, кстати. Это придется сделать. Это фактор абсолютно, который не обойти. Решение содержательно может отменить суд. Может ли кто-то другой отменить эти решения? В том качестве, как надо, нам не может. Может принять эти решения, на их фоне, грубо говоря, суд продвинется и эти решения подтвердит, уже обеспечив так называемый механизм отмены с самого первого дня. То есть отмена с 91-го года. Нам же важно не поменять решение, а отменить с момента их принятия. Это может сделать только судебный механизм. Но другое дело, что он это может сделать сам, как мы предлагали, либо в концерте, то есть в едином ключе с системой власти. В данном случае мы говорим, 500 тысяч истов это источник власти. Это самый сильный инструментарий. Не случайно его так замалчивают. Обратили внимание? То есть еще раз говорю, впервые в истории человечества такой иск, даже не Россия. И он абсолютно запрет говорить об этом средством массовой информации. И это не случайно. Это форма борьбы. Но, естественно, это все совокупно. Вектор народа, источника власти, вектор Путина, вектор военной необходимости, они все сольются в определенный момент в один. И произойдет, собственно, продвижение в качестве решения. То есть без этого механизма отмены в 91-м невозможно. Другое дело, как к этому механизму зайти? То есть то ли это будет быстрое аварийное решение, совокупное властей, то ли это будет последовательно через суд, потом 2-3 месяца обсуждения, судебный процесс и так далее. Но в любом случае это произойдет. Выйти на эти же решения через погромы на улице, как хотят американцы, это неправильно. Хотя мы так или иначе на него выйдем. Просто мы хотим сделать это плановыми реформами, спокойным. Судебная процедура, судебные прения, запротив. Без вот этой политической, как бы, политической компоненты, которая будет очень жестко восприниматься обществом. Нам для разговора с американцами нужно документы и решения о том, что Украины нет. Как только мы принимаем решение об отмене независимого государственности Украины, конфликт становится другой природой. Это о другом будет сразу разговор. Сразу ИСВО становится логичным наведением конституционного порядка. По Украине решение, почему война, специальная война, кризис. Кризис прямо предусмотрен международным правом. Если сепаратисты ведут войну, это прямой запрет на изъятие этой территории из государства. Украина ведет войну. Все это основание для суда. И для не только нашего, но и для мирового сообщества в целом. Потому что это уже общее благо защиты территории всех государств. После этого документа, конечно, должны, на мой взгляд, двигаться вперед. Мы же решили в Генпрокуратуру обратиться и укрепить нашу позицию в суде. Вот суд говорит, что мы не можем отменять решение в отношении актов Российской Федерации, но почему-то не можем принимать решение в отношении субъекта правопреемственности актов Советского Союза. Ну, то есть это неправильное вообще толкование. Конституция 2020 года это разрешает. Ну, и суд принимает эти решения. То есть даже уважаемые, так сказать, в этом определении, ну, грубо говоря, они забыли, что суд, например, 26 судов Российской Федерации приняли решение в отношении геноцида советских граждан в периоды Великой Отечественной войны. Руководствовались законодательством Советского Союза. То есть геноцид не с точки зрения сегодняшней нашей оценки событий 80-летней давности, а с точки зрения законодательства того времени и международного права того времени. можно поднять материал из 26 судебных решений. И судебный суд это сделал под давлением Генеральной прокуратуры, потому что Генеральная прокуратура была государственным обвинителем. То есть можно принимать решения судебной системы в системе правоприемства СССР. Можно. Но почему-то не в этом случае.